Это приложение для автоматизации технического обслуживания и ремонта на предприятии. На главной странице находится структура предприятия, которая состоит из цеха. В нем находятся некие линии, к линиям принадлежат машины. Так мы можем зайти в объект и поменять ему родителя. Например, теперь эта машина называется машина 4 и находится она на линии 2. Здесь есть цепочка, по которой мы можем перемещаться, но также мы можем видеть это с главной страницы. Также мы можем назначать операции на эти объекты. Операции бывают внеплановые и запланированные. К примеру, запланированная операция происходит либо еженедельно по каким-то дням, либо ежемесячно, к примеру, 15 и последнего дня месяца, либо ежегодно. Например, 1 июня и 1 октября. Но давайте создадим операцию, которая будет происходить по понедельникам, средам и, допустим, пятницам. Пускай ее название будет уборка. А расширенный текст будет содержать описание как влажная уборка. И мы назначим на нее работника. Работника можно добавить в разделе пользователей, где можно менять пароли им и менять также роли, на которых они находятся. Давайте попробуем зайти со страницы работника и посмотреть, что он может увидеть для себя. Вероятнее всего, что наш работник будет пользоваться мобильным устройством, поэтому он будет видеть на своем экране такую же структуру. Однако, намного быстрее будет увидеть свои работы, если зайти в соответствующий раздел. Тут есть уже карточка, которая показывает, над чем нужно работать. И видно, что здесь осталось 2 дня. Поэтому он заходит и может отчитаться о проделанной работе. Если он не хочет набирать текст, он просто задиктовывает аудио и говорит, к примеру, что «я поубирал». После чего он может прослушать это сообщение «я поубирал». Если оно его устраивает, тогда он указывает время выполнения работы, указывает, сколько машины были остановлены во время этой работы, сколько было задействовано работников и, возможно, он потратил какие-то деньги на то, чтобы выполнить эту уборку. Когда он добавит эту операцию, она будет видна в карточке операции, но также в разделе «Мои работы» уже будет видно, что эта работа готова. Готовые работы будут уходить в списке вниз, а те, которые просрочены или осталось очень мало времени, они будут находиться в списке вверху. Также, если работник двигается по помещению завода и видит какие-то неприятные ситуации, возможно, какой-то шум нехарактерный из машины, он может записать такое оповещение. Например, он может сказать, что «я шел и увидел, что эта машина, она издает какой-то нехарактерные звуки». Потом он ее отправляет, это уведомление, и это уведомление уже будет доступно координатору или администратору этого предприятия. В свою очередь, координатор предприятия может зайти в раздел «Оповещение», где он найдет то, что записал работник. Когда он прослушает его запись, он может создать внеплановую операцию для того объекта, о котором идет речь. К примеру, это «Машина 4». При создании операции, которая берет свое начало с оповещения, будет доступна та же самая аудиозапись, и можно указать срок, которому нужно выполнить ее. Здесь можно написать заголовок, а расширенный можно текст указать как суть проблемы и что нужно сделать. И назначить ее, например, на мастера. Внеплановые операции можно также создавать со страницы предприятия или, допустим, со страницы самого объекта. Однако для этого нужно обладать ролью или администратора, или координатора. На странице «Аналитики» мы можем увидеть все операции, как плановые, так и внеплановые, те, которые касаются всех работников. Эту страницу может увидеть координатор или администратор приложения. Также здесь есть краткая сводка по всем работам за период, который мы можем выбрать в календаре. Как уже было сказано, просроченные задания идут в самом начале. Потом те, в которых осталось меньше всего времени до выполнения. А те, которые выполнены, идут в самом конце. Это приложение переведено на три языка. На английский, на русский и на украинский. Если нужно добавить еще какой-то, это не будет проблемой. В случае, если текущего функционала недостаточно для вашего предприятия, мы можем доработать его под ваш запрос. Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронному адресу, который указан внизу под этим видео.